Да, слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю! Дорогие друзья, обращаюсь сейчас и к тем, кто будет смотреть это видео, и к вам. Апостол Павел пишет к римлянам послание. Неужели не знаете, он говорит, то есть мы должны это знать. Он даже удивляет, если мы это не знаем. А что мы должны знать? Что мы все, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. И так мы погреблись с Ним в крещение в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет одни власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, а живыми же для Бога, во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Аминь. Вот один из фрагментов, он говорит и о крещении, и вообще о жизни христианина. И вот Господь сказал, посылая учеников, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, обучая их, то бишь, и крещение это и как присяга, как обещание Богу доброй совести служения, потому что есть такое мнение, что крестить можно и крестят так, к сожалению, очень многие священники, младенцев. Но на самом деле надо креститься по вере, лично по вере в Иисуса Христа. И даже если ты взрослый человек, не просто по вере в Бога вообще как такового, потому что вера, она вообще присуща человеку, конечно, да, но по вере именно во Христа Иисуса, что не только Бог есть, да, а что Бог, Отец наш, Он отдал Своего Сына, послал в этот мир Иисуса Христа, чтобы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот это очень важнейшее послание для человечества. И не даром же крещение во имя Господня совершается, во имя Иисуса Христа. Не даром само образ как раз, что написано вот кремлинам, что это образ погребения, погребания с ним. Очень интересно, что толкователи многие тоже, Василий Великий, там прочие, объясняли как раз вот именно крещение именно так тоже, что входя в воду, мы, говорит, вот то же самое, что мертвого хоронят, и его скрывают из глаз, он погребается, его не видно. Но когда мы поднимаемся из воды, это образ того, что мы поднимаемся вместе со Христом, воскресаем с Ним из могилы и уже новой жизни. И крещение еще сравнивают вот с воинской присягой, допустим. Вот человек, когда он приходит в армию, он какое-то время на карантине, какое-то время он обучается всему, там прочее, но уже в форме. Но когда он уже крестится, человек верующий, это как будто он дает присягу. Он уже полноценный солдат армии Христа, армии Иисуса Христа. Вот. И сравнивают часто в проповедях крещение с таким, как бы вот именно, с такой печатью, как бы вот такой, как бы вот документ уже готов. Вот. И вам тоже, даст Бог, как раз надо будет прислать такой документ тоже о крещении. У нас есть такой планк, такое крещение. И обычно я ставлю свою там епископскую печать. Вот, значит. И это как бы, ну, заверение, что ли, такое определенное. И вот как, допустим, и в древности были такие печати, которые там, они, пока их не сломаешь, там не откроешь документ сам. И вот, и эта печать на нас, конечно, печать, она духовная на нас, безусловно, да, и она не момент там, допустим, самого погружения надается, но крещение сравнивается красиво именно с такой печатью, как бы некой. Вот. В жизни, в судьбе человека, когда мы обещаем Богу добрую совесть, или, как в другом переводе говорится, и спрашиваем у Бога добрую совесть, ну, и то, и другое имеется в виду, именно должно совершаться, ну, по вере, должно совершаться не за кого-то, а тобой лично. Поэтому я вот многим говорю, что кто был крещен, допустим, в младенчестве, там, допустим, да, или там даже уже зрелым человеком, может быть, но не во имя Иисуса Христа, не, вот в этом смысле неосознанно, то надо именно сознательно уже принять это крещение по вере во Христа Иисуса. И, конечно, крещение, вот то, что сейчас будем совершать, да, здесь в воде, это на Днепре, это, знаете, это далеко не все крещение. Есть библейское учение о крещениях вообще. Есть много разных крещений. То есть крещение как бы одно, но разные, что ли, грани крещения, разные уровни крещения, что ли, может так, ну, духовное есть понимание крещения. И вот слово «баптизо», вот это греческое мне очень нравится, оно в современном греческом переводится как «погружение в воду», да. Ну, погрузились, тут же, значит, как бы поднимаемся из воды. Но в старом греческом «баптизо» сначала погрузиться и там остаться, остаться там и просолиться, вот потому что это слово использовалось всегда до Нового Завета. В греческом языке это литература греческая, это слово «баптизо» использовалось для описания кулинарных рецептов и для соления огурцов там всегда описывалось. То есть огурцы погружают и они просаливаются. И вот, а это момент уже такой, очень важное крещение, как каждодневного нашего погружения в Бога и каждодневного нашей просолки Богом, пропитки, как сейчас говорят, или просолки такой. Потому что написано в Библии, что имейте соль в себе. Не просто, ну, как-то, где-то, как-то соль имейте, вот, на шкурке где-то, да, вот, как малосольные огурцы эти, да, а вот имейте соль в себе, внутрь себя. И поэтому то, что сегодня мы сейчас совершим, это крещение в воде по вере в Иисуса Христа. Да, но мое напутствие вам сегодня и всем вам крещеным или собирающимся креститься, пропитывайтесь Богом ежедневно, просаливайтесь им ежедневно. То есть креститесь в Него постоянно, погружайтесь в Него ежедневно, погружайтесь в Него всю жизнь свою и оставайтесь в Нем, пребывайте в Нем. Это, ну, это, считаю, важнейшее напутствие. Потому что, кто, написано, кто будет веровать в Него и креститься, спасем будет. И, конечно, здесь говорится, ну, безусловно, так же и подразумевается и водное вот крещение, которое сейчас совершается. Но в большей степени я убежден, что идет речь не просто об обряде. Тогда было бы все гораздо чисто механически, религиозно проще. Значит, формально, формализм такой был бы, знаете ли, спасение. Вот, поверил, раз, ага, хорошо, я поверил, я совершил окунание такое, поверил во Христа, все, и теперь спасен. На самом деле, я думаю, что здесь идет речь не сколько об обряде даже, а больше, а именно вот о таком погружении в Бога, в Него и просолке Ему. И пусть в этом Бог нам поможет, всем нам, благоставит нас, погружаться в Него, креститься в Него, вот, и погружаться и просаливаться им. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот, и пусть Господь благоставит сегодня и эти водные стихии, пусть благоставит Он сегодня, как вот Иордан благоставил тогда. Он, Господь наш, Он пришел на Иордан, к Иоанну, и хотя Иоанн, он сам был удивлен и даже восхищен и удивлен, и он говорил, что мне нужно креститься от Тебя, но он сказал Господь, что так должен исполнить всякую правду. И мы, и в этом должны быть послушны Богу, что касается даже и, кажется, такой малости, как погружения в воду во имя Господня, во имя Христа Иисуса. Я верю, что в этот момент, что Бог совершает какое-то таинство в нашей жизни, в нашей судьбе. И сегодня пусть в жизни Иоанна, в жизни Екатерины, пусть совершится чудо и совершится таинство. За внешним этим действием пусть Бог всемогущий совершит свое чудо. Аминь. Господь, благостави нас, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веке. Аминь. Слава Иисусу Христу. И снова и снова скажу для зрителей, пожалуйста, друзья, отнеситесь к этому тоже серьезно. Я имею в виду тем, кто еще не крещен, тем, кто еще, может быть, был крещен в детстве, в младенчестве. Подумайте, взвесьте, читайте Слово Божье, почитайте Слово Божье, взвесьте все, все за и против. И я думаю, что Бог да поможет всем нам принимать правильные решения, выбирать жизнь и идти по следам Господа Иисуса Христа. И креститесь по вере во Христа. Не то важно, в какой вы конфессии будете креститься, в церкви. Самое главное, в кого вы будете креститься. Во имя кого? Во имя Иисуса Христа, во имя Господня. И Бог да благоставит вас. И те, кто уже крещены, уже по вере, уже сознательно верующими людьми, вы совершили погружение в воду, как таинство совершено уже в вашей жизни, то не забудьте, ради Бога, не забудьте о том, что крещение – это не просто разовое переживание в воде, а что это таинство такое, таинственное такое, а что это действительно ежедневное пребывание в Нем, погружение в Него и просаливание им. Не забудьте об этом. Пусть Бог благоставит всех вас. И благоставляю, и вас благоставляю, и тех, кто будет смотреть. Благоставляю стихами благоставения из Библии, благоставения Божьего, благоставения Аронова, как мы говорим, благоставения священников. Сам Бог дал это благоставение священникам, благоставлять сынов Израиля. Да благоставит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Иисусу!